ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установить счетчик воды, тепла и электричество уверяют в правительстве, выгоднее чем этого не сделать. Поэтому решили, установка счетчиков на воду станет обязательной. Штрафовать за их отсутствие собственников квартир начнут не раньше 2015 года. А вот управляющие компании обязаны были установить общедомовые приборы учета до 1 июля этого года. Те компании, которые не установили общедомовые счетчики, для тех действительно будет штраф. Будет приезжать жилищная инспекция с Краснодара, проверять и выписывать штрафы. Нерадивым управляющим компаниям придется заплатить от 5 до 30 тысяч рублей. Если же поставщики света, воды или тепла тянут с заключением договора, не устанавливают и не обслуживают переборы учета, их тоже оштрафуют на сумму от 20 до 100 тысяч рублей. На сегодняшний день нами уже проведена работа по установке счетчиков на холодную воду. За, будем говорить, полгода установлено около 185 штук. Это на многоквартирные дома. Проблема остается сегодня с жильцами, которые не устанавливают у себя конкретно счетчики на воду. Дело в том, что по закону, если в квартирах нет счетчиков, а жильцов больше, чем зарегистрировано, то за свет и тепло, так сказать, лишних жильцов платить приходится всему дому. Поэтому управдомы и пошли по квартирам. Проверять, правда ли в тех, что формально свободно, никто не живет. И зачастую это не так. В Анапе, особенно в центре города, пустых квартир не бывает. Жилье сдают отдыхающим, поэтому совет дома все равно сообщит в управляющую компанию о нарушителях закона. А там составят акт. И мы проводим начисления ежемесячно согласно этих актов. Все равно тот жильец, который хочет уклониться и не оплачивать в полной мере за воду, все равно он будет платить. Такие примеры есть даже в этом доме. Значит, очень тесно мы общаемся с советом дома. Вот у нас тут старший по дому Виктор Иванович с нами работает. То есть мы работаем, ежемесячно мы проводим эти начисления, доначисляем. Если у вас из крана потекла желтая вода, отключился свет, пересчитать плату за некачественные услуги теперь будут обязаны также по акту, составленному самими жильцами. До этого была долгая процедура с обязательным выездом специалистов на место. Теперь надо описать проблему вместе с соседями, поставить подписи и отправить в управляющую компанию. А там уже должны разобраться с причиной коммунального ЧП и сделать перерасчет. Сейчас же самый частый разбор полетов происходит по самому наболевшему вопросу – оплата за общедомовые нужды. У меня счетчик день-ночь стоит. Я за месяц 45 киловатт накручиваю ночь. А мне дополнительно еще за ночь писали 12 киловатт. Почему я должна вот эти ОДН за кого-то платить еще? Если я по счетчику экономлю воду, и вдруг вскакивают цифры, и не поймешь у них, не разберешься ничего. К расчетам управляющих компаний у анапчан по-прежнему множество вопросов. Это происходит из-за того, что первое, у некоторых не установлены приборы учета, второе, занижают количество проживающих, и третье, они вовремя подают показания. Там, где сегодня 100% установка водомеров, и вовремя подаются показания в течение 3-5 дней, там ОДН практически не существует. Но за показания общедомовых приборов собственникам заплатить придется. Людмила Николаевна, заядлый садовод, переехала в Анапу из Костромы. В прошлой квартире приходилось платить и за протечки, и за жильцов, которые скрывают количество проживающих. В этом доме такого нет. Застройщик сам установил все приборы учета. Компитация у нас за июнь 2013 года, свежая. Так, здесь у нас идет и водоснабжение, и канализация, и содержание дома, ремонт дома. Вот пошло электричество. Это и день электричества, ночь. И дальше пошло обслуживание лифта и освещение общего имущества. Общая сумма получилась у нас 2050 рублей. Все показания принимает управляющая компания. В доме есть ящики, куда жильцы кладут показания по индивидуальным приборам учета. Показания же общедомовых приборов проверяет управляющая компания. Сейчас лето, начисление квартирной платы существенно ниже тех сумм, которые мы платим осенью или зимой. Поэтому самое время позаботиться об установке приборов учета, чтобы деньги за воду, тепло и электричество перестали в буквальном смысле утекать в трубу. Редактор субтитров А.Семкин